День у всех влюбленных День у всех влюбленных Свадьба может быть счастливым завершением влюбленности и переходом к настоящей любви, поэтому особенно важно сделать ее незабываемой и неповторимой. Выездная церемония – это прекрасная возможность сделать официальную часть свадебного торжества без спешки в красивой обстановке. Она сможет подчеркнуть индивидуальность молодоженов. Выездная регистрация брака Выездная регистрация брака – это некая имитация, это театрализованное представление. Молодые могут расписаться до дня выездной регистрации в ЗАГСе, спокойно прийти, либо после, это уже по желанию, как у них получается. Выездная регистрация – это выбирается место. С подбором места вам всегда поможет свадебный координатор или организатор. Приглашаются туда гости, оформляется это место соответствующим образом, как пожелает невеста, в том стиле, в котором пожелает невеста. Приезжается выездной регистратор, он расписывает вас, он говорит красивую, трогательную речь. Эта речь будет разработана и написана специально для вашей пары. Это не шамблон. Речь написана с учетом ваших пожеланий, с учетом истории вашего знакомства. На память в конце он, наверное, какой-то документ дарит? Дается документ. Если вы уже до этого расписались, то вам вручается именно свидетельство о регистрации брака, ваше оригинальное. Также можно для гостей привезти книгу регистрацией. Вы там распишетесь, как это делается в ЗАГСе, все красиво. Положится в папочку «Красивое свидетельство», вручится вам. И вы с гостями будете проводить в офис-сессию, они вас будут поздравлять. И, как я уже говорила, что выездная регистрация не ограничена никаким временем. Также свой один регистратор может выдать для молодых дубликат свидетельства о регистрации брака. Этот дубликат не несет никакой правовой силы, но он может быть оформлен так, как пожелают молодые. Там будет прописано фамилия и имя, и отчество молодых, указана дата. Может быть, красиво он оформлен в старинном стиле, не обязательно на обычной бумаге, на папирусе. Чтобы это осталось на памяти молодых, они это могут повесить в рамочку, поставить у себя в комнате. Любоваться и вспоминать, да. И не переживать, что это оригинал, который надо спрятать. Не дай бог, он потеряется, его надо восстанавливать. Я уверена, что молодые, которые будут нас смотреть и готовятся к самому важному дню в своей жизни, очень много советов для себя учли. 14 февраля праздник всех влюбленных, поэтому в этот день очень важно быть неотразимой. Как поразить любимого красотой, как сделать свой образ ярким и оригинальным, об этом вы узнаете прямо сейчас. Мы вместе с ведущей нашего телеканала Екатериной Старосветской покажем, как можно создать романтический образ к празднику. Елена, совсем скоро День всех влюбленных и наши замечательные пары будут отмечать этот волшебный праздник. Скажите, пожалуйста, существует ли макияж, который добавит нотки романтизма? Да, конечно, он существует. Я хочу показать приемы, которые сделают девушку очень красивой в этот вечер, соблазнительной. Я покажу макияж старого Голливуда, то есть образ Милин Монро. Это будет шикарная красная помада, которая просто считается символом 14 февраля, красный цвет. Это будут стрелки, голливудские стрелки, такие, как были у нашей великой актрисы, во всем мире она известна. И, конечно, на волосах, из волос мы сделаем красивую голливудскую волну. В принципе, это делается очень быстро, я думаю, что любая девушка с этим сможет справиться. Самое главное – это сияющая, красивая, здоровая кожа. Поэтому самое важное – убрать все недостатки из кожи, и мы будем наносить тон лица. На губы обязательно наложите тоже тон, чтобы они слились цветом кожи. При этом, когда вы будете наносить красную помаду, она будет меньше растекаться и выходить за контур. Не забываем, что на глазки тоже наносим небольшое количество тонального крема. Проходимся все участки на лице. Теперь переходим к коррекции бровей. Брови мы корректируем только тенями для бровей. Это обязательно. Ни в коем случае, если вы даже жгучая брюнетка, мы не красим брови черными тенями. Только темно-коричневые, светлые-коричневые, но ни в коем случае не черные. Скошенной кистью проходимся по контуру бровей. Там, где есть какие-то пробелы, все заполняем тенями, чтобы была идеальная бровь. Конечно, очень красиво. У моей модели красивые высокие брови. Они натуральные. Сдернутый уголочек. Это красиво распахивает глаз. Бровь – это одно из самого важного, что нужно подчеркнуть на лице у девушки. Возможно, вы можете сделать только, если вы очень сильно куда-то спешите. Можно сделать хороший тон лица, накрасить помаду и подчеркнуть брови. При этом не красить глаза. И вы будете уже ухожены и свежи. Елена, расскажите, пожалуйста, почему нельзя красить брови карандашом? Брови нельзя красить мелочко карандашом. Объясню, почему. Потому что они на жирной основе. Когда вы их наносите на брови, у вас начинается жирный блеск, который вы уже ничем не уберете. И при этом они очень сильно растекаются. Все-таки они забиваются в трещинки. Поэтому рекомендуется, если у вас нет даже специальных теней для бровей, фактически они одинаковые по составу с тенями для век, вы можете также пройтись по цвету ваших волос, как вы считаете нужным, по бровям именно тенями для век. Милена, мы нанесли тональную основу на лицо, сделали коррекцию бровей, к чему мы сейчас переходим? Сейчас мы будем накладывать тени. Объясню, почему. В макияже Милин Монро ощущение, что теней абсолютно нет. Только стрелочка. На самом деле, стилисты той эпохи создавали образ по 6 часов в день. Кажется, что это совсем все очень просто. На самом деле нет. У них тоже были секреты. Нам нужны среднего оттенка тени. Они не совсем темно-коричневые, не светло-коричневые. Неважно, какой у вас типаж, блондинка, брюнетка, рекомендуется именно этот оттенок теней. И растушевочной кисточкой мы проходимся по складочке глаза. Это делается для того, чтобы показать, насколько глубокий глаз, подчеркнуть его разрез, мендельевидность. Даже тенями можно откорректировать, сделать блики там, где надо и сформировать ваш глазик. Даже если, допустим, у модели будет опущенная века, это никак не повлияет. Именно тени в данном макияже очень много отредактируют на лице. Сейчас мы переходим к следующему этапу, это нанесение стрелок. Расскажите, пожалуйста, какие виды стрелок бывают? Мила, на самом деле виды стрелок, невозможно сказать, что вот есть какой-то определенный вид стрелки. Все зависит от формы глаза. Если глазки большие, то стрелочку можно начинать от внутреннего уголка и выводить во внешний уголок. Если глазки чуть-чуть поменьше или опущенная века, глубокая века, рекомендуется наносить от середины глаза. Но на самом деле это уже должен смотреть специалист, возможно, или как вам больше нравится. Стрелки очень украшают глаза, делают их выразителями, поэтому можно нарисовать любую стрелочку. Мы будем делать именно красивую голливудскую стрелочку от начала глаза. Рисуем как бы заготовочку для вашей будущей стрелочки. Заготовочку нарисовали, закрываем глазки и задаем ей направление. У моей модели немножко опущенная века, совершенно чуть-чуть. В этом нет ничего страшного. В любом случае можно сделать очень красивые стрелочки. Для этого самый главный момент, когда мы открываем глазки, открываем глаза, чтобы стрелочка была идеальная. Сначала вы рисуете ее, дорисовываете в открытом состоянии глазика, чтобы она была очень красивой, идеальной. Потом закрываем, подрисовываете все оставшиеся детали. Чтобы когда мы закрывали, открывали глаз, стрелочка была идеальной и образ был законченный. Теперь украсим ресницы. Я рекомендую сверху, потому что когда вы опускаете глаза, тем более вечер будет кокетливый, надо, чтобы все ваши реснички были прокрашены. Сейчас мы будем наносить самый главный акцент, это ярко-красные губы. При нанесении красной помады я советую подобрать карандаш цвет в цвет с помадой, которую вы будете красить. Наносим контур. Не обязательно должна быть четкая линия. Сейчас очень модно губы в стиле амбре. Так что линию во время нанесения карандаша вы можете немножко растушевать. Не забываем, что тон кожи, когда у вас красная помада, должна просто быть идеальной. И еще один совет, который я хочу дать, уголки губ тоже подвести карандашом. Во-первых, помада не будет так собираться в уголках губ. И губы будут смотреться объемнее. Итак, макияж у нас закончен. И сейчас мы переходим к романтической прическе. Самое главное в голливудской волне, чтобы она получилась идеальной, волосы накручивать в одну сторону. Наши модели я буду накручивать от лица. После того, как волосы мы накрутили, не боимся и расчесываем наши кудряшки. Вы можете сделать это расческой лопаткой, щеткой. Главное, чтобы их не повредить. Я использую расческу с редкими зубьями, так как они очень хорошо пропускают локоны и не дают им раскрутиться. После того, как мы их расчесали, так как волосы у нас были накручены именно все в одну сторону, мы начинаем укладывать волну. Потратив совсем немного времени, мы создали образ старого Голливуда. Любовь может выражаться по-разному. Кто-то, проявляя ее, делает любимым подарки. Кто-то выражает свои чувства в словах, песнях, стихах. А мы расскажем вам про самый страстный язык любви, который сблизит вас наверняка. Субтитры создавал DimaTorzok Это был один из самых красивых танцев. Это был медленный вальс. Потому что очень часто медленный вальс танцует как первый танец на свадьбах. Молодожен. Вот поэтому мы выбрали именно его. Потому что танец о любви, о сильных чувствах. И поют в основном тоже об этом. Вы знаете, какие чувства мы еще можем испытывать, когда такая красивая музыка, такая замечательная партнерша. И приближается день влюбленных. Естественно, мы испытываем только чувство любви и радости. Уже несколько лет мы здесь преподаем и танцуем. Но самое главное, это, конечно же, желание. Потому что к нам приходят люди, которые никогда раньше не танцевали. И очень хотят научиться танцевать. И, конечно же, тогда будет результат. Возможно ли попробовать человеку, который никогда не пробовал, не танцевал, обучиться хотя бы парочке элементарных движений? Сможет это получиться? Возможно ли нам с вами это попробовать? Давайте. Просто подходишь. А теперь поднимаешь руку. Маш. А я на носочке встала. Вот. Вот так. Так. Хорошо. Теперь смотри, что будем делать. Это танцевая движение, которое называется маленький квадрат. Назад ты будешь шагать с левой ноги. Делай шаг в сторону. Подставка. А теперь справа вперед. На меня. Раз. Два. Три. Маш, поправь ли левую руку, пожалуйста. Не там лежи. Готова? Левая. Да. И. Не получается. Молодец. Левая назад, а правая вперед. Раз. В сторону. Вперед. Смотри, твоя задача делать шаг, шаг, подставка. И левая вперед. Ой, правая вперед. Правая вперед. Шаг, шаг, подставка. 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 Да, а теперь это красиво делаем. Держишь голову. Да. И раз, два, три. Раз, два, три. Левая, два, три. Правая, два, три. Раз, два, три. Вы смотрели программу «Один совет». В следующий раз мы встретимся через две недели. Надеюсь, вы узнаете еще больше полезных советов от специалистов нашего родного города. С вами была Мила Тарасевич. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин